Приветствую вас. Вы знаете, я хотел бы обратить ваше внимание на несколько важных моментов, на мой взгляд. Первый момент заключается в том, что измены редко бывают на ровном месте. Можно, конечно, предположить, что ваш парень, вот он такой по жизни, что он изменяет и, соответственно, сказать, что он такой человек. Но тогда бы, я думаю, вы понимаете, что в таком случае он бы вам изменил бы, вероятно, раньше, а получается только после восьми месяцев. Скорее всего, в отношении к его что-то не устраивало, это очень важно понимать, очень важно это понимать. Очень важно отдавать отсчет себе об этом, потому что, ну, если вы человека, например, своего мужчину не знаете, да, то, как бы, тут могут быть, конечно, определенные сложности. Вот. Понимаете, да, что я хочу сказать. Следующий момент заключается в том, что, ну, вообще-то говоря, у отношений, у любых отношений, должна быть или есть динамика. Если в отношениях отсутствует динамика, я имею в виду, когда в отношениях отсутствует динамика. Когда отношения не развиваются, скажем так, ну, в своей, может быть, естественной среде, то начинаются проблемы. Вот. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Это очень важно понимать. То есть важно отдавать себе отсчет в то, развивались ли ваши отношения, соответствуясь тем, что каждый из вас хотел. Хотел. Соответствует тем, чего каждый из вас желал. Следующий важный момент заключается в том, что любая измена – это травма. и её. У вас также, измена слабого человека, скорее всего, травмировала. Что это значит? Ну, по факту, можно говорить о том, что такое травмирование. Да? Можно говорить о том, что травмированность – это разрыв привычных шаблонов, мобилей, восприятие. И я думаю, что это то, что произошло, слабо, слабо, к сожалению. Теперь вы вполне вероятно будете бояться того, что ситуация с изменой повторится или что с вами, например, что-то не так, потому что привычные шаблоны поведения разрушились, а новые вам построить будет довольно сложно, без посторонней помощи, я имею в виду. Поэтому идея здесь в том, чтобы прошить травму, сделать выводы и, условно говоря, личностно вырасту в этой ситуации, раз уж такая история возникла. коль уж сложилось так, что предошла измена. В общем, нужно, как это не парабоксально звучит, максимальное количество пользы для себя из удачи в этой ситуации, чтобы этого больше не повторилось. А если повторилось, то чтобы вы так уже не переживали, по данному поводу. Конечно, это совершенно не означает, что вам должно быть все равно, но, чтобы на свой счет вы это не воспринимали. Крайне важно понять действия молодого человека. Почему он поступил именно так? То есть, если я правильно вас понял, не скрывал своих действий, не боялся, что вы узнаете и так далее. То есть, это проявление того, что человек вас не ценит, или это, может быть, какие-то еще. проявление, то есть, ну, проявление еще чего-то. Этот момент нужно прояснить, потому что допускать то, чтобы вас обесценивали, допускать момент ООО, чтобы вас не оценили, на мой взгляд, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. Вот. Ну, это уже в какой-то степени зависит от вас. Хотите ли вы работать над своими отношениями или нет? Или хотите ли вы принимать решение или нет? Интересно выглядит, конечно, и ваш вопрос, который вы задаете, мол, забыть ли мне все это как страстный сон? Или не забывать, ну, вы не сможете забыть это при всем желании, потому что вам не все равно. Вот. И вам, в общем и целом, ну, это нормально, что вам не все равно. Потому что, извините, такие вещи нельзя просто так вот принимать, забывать и так далее. Вот. Я надеюсь, что вы в этом себе отчет отдаете. То есть выглядит странно ваш вопрос относительно того, забыть ли мне это или нет. Забыть вы это не сможете при всем желании. Вот. Не получится вас это забыть. Только как-то вот делать выводы. Только как-то вот, значит, менять свою модель поведения только так. Если этого не сделать, то ситуация, скорее всего, повторится. Ну, она будет, может быть, иметь какие-то другие немножечко последствия, да, она может, будет иметь какие-то другие моменты. Но, как бы, скорее всего, повторится. Вот. Поэтому ваш вопрос звучит странно. Типа, я не знаю, как поступить, простить его, забыть эту историю или наоборот, отбросить его. Так а отношения у вас какие? То есть между чем и чем вы выбираете, по сути. Если вы выбираете, там, к примеру, между любовью, допустим, да, то это один момент. Если вы выбираете между своими потребностями, да, между тем, что вам хочется, например, это другой момент. И в общем-то в обоих случаях разные решения, разные направления работы с вами. Вот. Пока что я мог бы сказать, например, то, что вы как-то вот сомневаетесь, да, то есть вы находитесь в противоречиях. Мне кажется важным понять, что это за противоречие, вот, что из себя представляет это противоречие конкретно. И дальше уже смотреть, что с этим делать, как его разрешить. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Субтитры сделал DimaTorzok